Здравствуйте! 291 выпуск студенческой миграции в Австралию. Сегодня мы совсем уж на коне, потому что последние отчеты по маю месяцу показали, что образовательная группа увеличила и количество студентов, и свои финансовые показатели. Ну и принятые решения, они в общем-то показали, что наша группа не плетется в хвосте событий, а опережает их, и поэтому все показатели и настроение нашего коллектива достаточно высокое, очень радостно сегодня практически удалось поговорить с обоими хозяевами колледжа, и в том числе с Недой, и Неда приняла большинство из моих советов. В понедельник мы будем делать презентацию для всего нашего менеджмента, и по всей видимости это будет донесено до агентов в течение следующей недели. И я думаю, что это достаточно революционные изменения, но я думаю, что эти изменения, они не имеют ни одного шанса быть провальными для образовательной группы. Сработают они, безусловно, положительно. Я хотел бы отметить, что наши ролики смотрят и Департамент иммиграции в лице как раз посольства Австралии, в Москве. Наши ролики смотрят, как я понимаю, наши студенты, и это люди, которые являются нашими товарищами по бизнесу, партнерами, потому что единственные люди, которые приносят деньги в этот бизнес, и они заслуживают полнейшего уважения, абсолютного, скажем так. И еще самое главное, мы открыты, открыты даже для наших конкурентов. Почему мы это делаем? Ну, просто потому что скопировать то, что делаем мы, не сможет практически никто. На организацию такой работы были потрачены годы. Нужно было достичь определенного уровня доверия между владельцами, менеджерами, агентами и студентами. Организовать это все еще, к тому же много-много других условий. Все эти условия за один раз и даже за год не создать, поэтому мы не боимся конкуренции. И поэтому я имею право, возможность, хотите даже на правах рекламы, донести до вас вот эти вот новости. Первая новость, это уже обсужденная нами, уже утвержденная владельцами этого колледжа. Мы становимся проводниками политики, когда наш пакет дается любому, кто достоин его. То есть пакет года английского языка и Williams Business College говорит вам добро пожаловать. Мы постараемся убедить вас в том, что в действительности мы являемся лучшими, и для этого мы открыты. Мы открыты, начиная с уровня агентов, с моего уровня и заканчивая уровнем людей, которые создали Williams Business College и владеют Williams Business College, или же, например, Осифом или Недой, вы можете разговаривать, вы можете задавать самые нелицеприятные вопросы, и вы получите полный, исчерпывающий и очень быстрый ответ. Но если вы все-таки решите в дальнейшем изменить направление вашего обучения, если вы хотите в будущем идти на несколько другие смежные профессии, мы это вам разрешим, хотя, конечно, это удар по нашему бизнесу, но доверие есть доверие, мы разрешим вам это сделать только в том случае, конечно, если это будет система ТЭИФ или университеты. Это политика нашего государства, нравится нам или нет, мы будем этой политике придерживаться. Следующее решение, по всей видимости, повергнет многих в шок. Образовательная группа будет сама являться образовательным агентом. Таким образом, мы исключим до 70%, до 80% агентов, самых ленивых, самых неспособных, мелких, и им будет предложено работать под крышей образовательной группы. Таким образом, мы сосредоточим в своих руках сотни студентов, которые идут под одним образовательным агентом. Этим образовательным агентом будет, скажем так, бизнес, который будет управляться образовательной группой, то есть находиться под ее крышей. Естественно, агенты, которые будут работать под этой крышей, они будут делиться, или с ними будет делиться образовательная группа, какой-то процент получать будут агенты, какой-то процент будет оставаться в самой группе. Должен вам сказать, что исключением будет только один единственный рынок и один единственный агент. Этот агент заслужил это право тем, что он очень хорошо работает, что он поднял очень маленький рынок, и при этом он помогает своим студентам в такой степени, в какой образовательная группа сама этого сделать не может. Этим агентом являюсь я. Таким образом, я становлюсь эксклюзивным агентом для русского рынка и эксклюзивным агентом, который не будет работать под крышей образовательного агентства, образовательной группы никогда. Я рад это слышать, но, как говорится, все, что хорошо, кончается тоже хорошо. Мы будем отказываться при работе с существующими агентами, мы будем отказываться от работы с субагентами. Таким образом, многочисленные агентства, имеющие свои офисы по Австралии и по другим странам, они должны получить этот звоночек предупреждения, что они нежелательны, если они не работают напрямую со студентами. Уход в субагентскую деятельность – это уход от ответственности. Нынешнее законодательство Австралии, нынешний ход СОС, который регулирует отношения между учебными заведениями и студентами, он подразумевает большую ответственность агента. В том числе и данные об агентке будут обязательно в порядке поддаваться департаменту эмиграции, не будут каких-то тайных, закулисных, непонятных агентов, которые делают свои мелкие грязные делишки. Я очень рад этому решению, и таким образом субагентство умирает. Я никогда не работал с субагентами, теперь, скажем так, есть достойное этому оправдание. Это не приветствуется обрадовательной группой. Мы будем работать в тесном контакте с департаментами эмиграции, департаментом образования. Мы будем работать с ними и по уровню посольства, и внутри Австралии. Благо, у нас достаточно неплохие отношения и с Крисом Боуэном, и с Крисом Эвансом, и с их командами. Они будут приглашаться к нам, они будут проводить у нас лекции, они будут проводить собеседование, они будут получать прямой фидбэк от наших студентов. Нам нечего таить от наших студентов, и поэтому нам нечего таить от департамента образования, от департамента эмиграции. Я думаю, что если такие отношения будут нормой для других колледжей, половина из этих колледжей, да и многие университеты, будут поставлены на грань вымирания. И слава Богу, мы знаем, что от третьей до половины частных колледжей умрет, и мы точно знаем, что в этой половине мы не окажемся. Опять-таки аналогии с велосипедными гонками. Нам не нужна равнина, нам нужны горы. Мы уверены в себе, поэтому слабых заберет серпантин. Далее, опять-таки, смелое решение. Мы будем постепенно отказываться от агентов, находящихся за рубежом. Причина в том, что они достаточно дороги в обслуживании, они требуют бесконечных поездок за рубеж наших представителей, это большие расходы. Они не подконтрольны. Их деятельность нарушает законы Австралии, в том числе и в плане дачи иммиграционного совета. Это, к сожалению, находясь вне территории Австралии под эти законы, они не подпадают, и деятельность их нежелательна. Очень, опять-таки, хороший звоночек всем динозаврам от образовательного бизнеса. То, что вы здесь не будете, это уже понятно. Но то, что нас будут копировать, и наш успех будет пытаться повторить, говорит о том, что от вас будут избавляться. Мы уходим в зону электронной коммерции. Мы имеем прямую связь со студентами. Мы выходим на рынок без вас. Мой прорыв на Ютьюбе будет повторен. Борьба будет вестись бескомпромиссная, потому что люди, которые работают в Австралии, они платят здесь налоги, тратят заработанные деньги тоже здесь. Соответственно, мы будем оказывать определенный прессинг. И последнее. Мы объединим усилия всех наших агентов и всех наших маркетинговых менеджеров. И вместе мы победим вместе с вами. Спасибо.